Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу вам немножечко покупок из Беларуси. Но, к сожалению, да, кучи, как всегда, там, геля для душа, лосьоны для тела, да, не будет. Потому что у меня поездка была, как бы, неразвлекательного характера, вот, медицинского. Вот, и, соответственно, после операции мне сильно много тяжёлого веса нельзя. Вот, поэтому... Ну, я не могла ничего не купить, как бы, да, вы же понимаете. Вот, поэтому покажу сегодня вам чуть-чуть покупок из магазина Остров Чистоты. Тоже я вам уже про него рассказывала, тоже там сколько ездила, закупалась. Вот, значит, здесь прям минимум. То есть взяла маме лак для объёма, сверхсильная фиксация, пятёрочка. Вот, такой я ещё не брала, тоже какой-то из этой серии привозила, но не этот. Вот, посмотрим, что она скажет. Вот, но для объёма, я думаю, ей понравится. Увидела зубную пасту Аквафреш Сенсос серия. Гриппфрут, лимон и мята. Ну, не смогла я пройти мимо такого сочетания. То есть цитрус, мята, да, ну, то есть это ко мне. Вот, и был у них ещё из этой серии что-то с арбузом, но я арбузные дужки не очень, да, поэтому просто вам, да, если вдруг поедете, да, увидите. Ну, хотя, может быть, она где-то ещё продаётся, я не знаю. Здесь просто по заводу, как бы, изготовителю сделано в Словакии. Вот. Поэтому насколько, да, где это можно купить у нас, не очень, представляю. Вот, но вот в Минске можно. Вот, поэтому интересно попробовать. Аквафреш прикольно, давно я им не пользовалась. В прошлых поездках ещё я тоже, я видела, обращала на них внимание, гидрогелевые патчи, бренд Modum. И у них, значит, три вариации картошка, василёк и лён. И я взяла с картошкой. Ну, как бы, ну, Беларусь, да, как бы, что я бы ещё взяла? Значит, я взяла конкретно эти. Почему здесь именно с большим содержанием кофеина они? Вот. Поэтому хочу попробовать, то есть, тут прям на ней написано картоха. Ну, то есть, ну, прям белорусы, да, как бы в своей красе. Вот. Хочется попробовать, что это такое. Даже что они пишут. Нет, они не в форме драников. И да, лайфхак от Modum. Картофель действительно применяется для ухода за кожей лица. Ни одна бьюти-блогера такого ещё не освещала. Специально для кожи вокруг глаз был разработан этот прогрессивный турбосалатик. Из кофеина, пантенола, экстрактов картофеля, спаржи, брокколи, артишока, рукколы и розмарина. Комплекс из экстракта картофеля и кофеина в два раза эффективнее и справляется с отёками, мешками и тёмными кругами. Спаржа прекрасно тонизирует и увлажняет, а экстракт брокколи – это отличный природный детокс. Любишь тиктоки – люби картошечку наносить. Просто маркетологи у них от бога явно. Вот. Поэтому я попробую, соответственно, и вам расскажу. Очень интересно. Ну, и, собственно, золотое яблоко. Извиняюсь за пакет. Да, везла в сумке. Ну, то есть, как бы не было возможности никак это приложить. Тоже мне, называется, люди захотели порадовать. Да, с точки зрения, что, мол, операция, да, вот. Надо как-то это, отвлечься. Значит, что я взяла? Взяла два парфюма от бюджетненьких, но не смогла пройти мимо именно, ну, таких нот. Значит, первое – это у нас Memory Slab, коллекция воспоминаний, Ocean Bliss. Значит, что у нас в нотах? Верхний – Grapefruit и Солёный аккорд, сердце – шампанское и жасмин, и база – малина, драйвуд – сухое дерево и мускус. Так, здесь они сюда немножко вскрыто, потому что они в магазине открывают, проверяют на предмет, чтобы пульверизатор работал. То есть, вот такой он. То есть, прям свежесть, прям классненько, чуть-чуть где-то малинка выскакивает. То есть, такое базовое на каждый день, да, без изысков, вот. Но, думаю, грех не взять, у меня как-то с парфюмами достаточно туго. Раньше мне прям все дарили парфюмы. И, кстати, прям заходило. А сейчас что-то как-то… Нет. Вот. И второй – это у нас мандарина Дак, вида Лока. Нотки я на него вставлю, да, потому что я не знаю, что здесь в нотах. Но здесь тоже все достаточно свежо, прям… И все свеженькое, очень вкусненькое. То есть, так что это прям моя тема. Я думаю, ну, он тем более тоже стоял по какой-то распродаже. Думаю, ну, грех не взять. Так. Дальше. Здесь, кстати, все, что я покажу, вышло примерно на 5000 рублей плюс-минус. Единственное, здесь нету зубной пасты Марвис большой. Просто я ее уже отдала. Вот. Это была взятка человека, который меня встречал с поезда. Вот. И, собственно, да, поэтому показать не смогу. Вот. Ну, а себе я, кстати, взяла на пробу. Наконец-то добралась до них. Это Бланкс. Тоже по рекомендациям, да. И вы советовали White Shock отбеливающие. От Бланкс вообще ни разу не пробовала зубные пасты. Прям интересно, потому что отзывы на них хорошие. Вы хвалите. Так, дальше. А, тут я еще взяла… Это просто я схватила до кучи. Это точилка для косметических карандашей от Manly Pro. Отдам к уме, потому что у нее есть некоторые сложности. Вот. Что косметические карандаши надо точить необычной точилкой. В общем, отдам ей. Дальше. Взяла от Frundi. У них это называется эссенция для губ с виноградом. То есть, вот так это выглядит. Обогащенная соком винограда и медом оказывает тройной эффект. Усиляет. Не написали «усиляет», а не «усиливает». Цвет придает объем, смягчает деликатную кожу губ, снимает чувство сухости, дискомфорта, питает и увлажняет, заживляет. Я грызун, я губы грызу, поэтому для меня, конечно же, это такие штуки, это прям надо, да. Давайте попробуем это открыть. Как это вообще выглядит с точки зрения флакона вообще. Я открыла. Вот. Вот так это выглядит, да. Очень похоже на вот эти вот наши бальзамы, которые стандартные. Пахнет, кстати, виноградом, медом не пахнет. Но для меня это, кстати, и хорошо. Я не люблю мед, виноград люблю. Вот. Так что вот такая штука будем тестить, тем более в зиму. Сейчас это прям отлично. Дальше. Я хотела попробовать от Vivienne Sabo гель, который из серии фиксатер для бровей. Он у них там типа ламинирующий, типа с эффектом ламинации, но его не было в наличии. Вот. Но был какой-то другой, тоже новый. Я тут специально еще сравнила по ценам в нашем, как бы в московском золотом яблоке, да. Вот. Сравнила ценник. И выгоднее было взять, собственно, да. Он еще и лежал на скидках. Это какой-то новый тоже гель для бровей, щетка для укладки. Ламинат Рекс. Вот так это выглядит. Но прикол в чем то, что я так понимаю, что здесь есть то ли какие-то еще частички, то ли блестящие. Но так не видно, не знаю. Надо будет попробовать, конечно. В общем, вот так выглядит. То есть здесь есть отдельная щеточка такая. Кстати, мне кажется, вот это будет удобно разделять ресницы после туши. Вот. И сама, собственно, щеточка в геле, которая что-то такое фиолетовое. Вот. Интересно. Посмотрим, что это такое. Потому что там что-то в описании было, что то ли для блеска еще что-то на бровях. Не помню. В общем, это все тестировать, да. Потому что прям интересно. Дальше. Я не знаю. У меня какая-то беда с этими... Как это то, что называется? Джели-гель, да. Гель-воск для бровей в баночках. И с Анастасией не свезло. И с Адвента тоже не свезло. И когда я покупала от Vivienne Sabo, я не знаю. Может, конечно, моя кошка куда-то это все заиграла. Это может матрешка такая еще. Дай боже. Вот. Купила такой же. Броу-джел. Да. Джели-гель. Потому что очень клевые отзывы. Как раз с точки зрения, что аналог на Анастасию. Да. Очень хочу попробовать. Потому что у меня до сих пор это не получилось. Потому что Анастасия высохла. Из Адвента высох. И вот этот я его не могу найти просто. Просто, да. Трудности бьюти-маньяков. Вот. Затестим. Так. И еще из скидочных корзинок я вытащила два продукта. Тут, конечно, не сильно презентабельные коробки уже. Это типа у них Final Sale. Окей Бьюти бренд. Взяла, значит, Prep and Plump Tinted Lip Balm. Вот так это выглядит. Думаю, ну, бальзамы тинтующие это как бы всегда надо. Да. Почему нет? Так. Давайте затестим. Да. Это прям клевый такой на каждый день. Очень красивый цвет. Пахнет минимально. Практически не пахнет. Вот. То есть я такое люблю. Мне такое всегда надо. Поэтому с удовольствием буду пробовать и тестировать. И еще взяла карандаш для бровей. Оттенок. Хороший вопрос. Какой оттенок? Бро лайнер. Ну, я выберу... А, здесь просто написано темный тип. Ну ладно. Темный так темный. Давайте посмотрим, какой он темный. Это вот такие тоненькие карандашики автоматические. То есть в одной стороне в жопке щетка. И здесь, собственно, непосредственно сам карандаш. Давайте посмотрим. Ой, тоненький. Немножко жестковатый. Но цвет красивый. Цвет мне подойдет. Ну вот. Ну, он такой достаточно нейтральный. Я бы, наверное, предпочла, конечно, что-то похолоднее. Но в целом, почему нет? Как говорится, очень приятный цвет. Вот. Все. Пакетик пустой. Вот такие небольшие покупки получились. Вот. Но они так скрасили не самую приятную, как бы, поездку. Вот. Но думаю, что все будем пробовать, тестировать. Ну, хоть парфюму прикупила. Потому что за этим действительно у меня как-то сложно. Вот. Поэтому мне можно дарить парфюм. Обычно как-то у меня люди угадывают. Вот. Все. Заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.